привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть монт экс-маунт неторопливую очень-очень крутую игрушку который мы играем за рыбака который ничего не понимает ходит по этому острову и судя по всему этот остров либо в его голове либо тематический аттракцион посвященный чистым и потому что здесь воспоминания дети и все это каким-то образом связано с ним что-то нехорошее произошло в жизни определенно и теперь мы пытаемся в этом разобраться предыдущие серии мы зашли на рыбацкий берег нашли там пещеру в которой были непонятные фотографии ребенка питера и фотографии судя по всему нас потому что был какой-то мужчина на дне рождения не знаю но имя было зачеркнуто хорошо нас требовал обломка резного камня я не знаю куда их вообще можно будет пришпандорить и сейчас у нас открылась эта дверь поэтому давайте двигаться сюда там позади у нас еще есть куча интересных приколюх но как-то пока до них руки не доходят да и в принципе это не обязательно склон малигана фана и ом я лаган я хорошо нет эта игра больше всего мне напоминает дирестер там тоже была такая суровая английская местность суровые склоны бриз как будто даже не бриз реально это морской ветер такой который пробирает до костей здесь нечто похожее именно по ощущениям но при этом игра совсем другая сложно сказать хорошо у нас есть дорога направо есть дорога налево налево у нас вроде как ничего нет поэтому пойдем налево что это лифт лифт надеюсь мы едем куда надо если мы едем куда не надо то надеюсь мы сможем вернуться жутковато не знаю почему но меня пугает абсолютно все в этой игре при том что игра она по сути не страшно она скорее увлекательная очень книжная ламповая такая очередной надгроби мы нашли могилу грани мак лохлин тут вся семья мак лохлин похоже потому что мы уже троих нашли членов этого семейства чё это вот смотри хорошо в снаряжении появился новый предмет этот предмет четвертый обломок резного камня вы знаете меня это начинает беспокоить потому что резных камней становится все больше мы можем таскать не больше пяти вещей поэтому скоро инвентарь может быть забит ухты лодка так ну и все больше тут ничего нет допустим поехали обратно будем надеяться в ближайшее время появится какая-то я не знаю инсталляция куда можно будет эти обломки вставить и посмотреть что произойдет и порадоваться кстати говоря это одна из тех игр которые не хоррор но в которой наушники просто обязательно потому что а вот этот эмбиенс и вот эти звуки они очень очень хорошо играют атмосферу хотя думаю слишком долго мы игнорировали изъяны в душевном здоровье думали что все пройдет само собой ричард джей коди что-то похоже не прошло посмотри не знаю нашего парня очень серьезно открывает как я посмотрю очередной генератор и очередное топливо к нему так хорошо первый пошел второй третий четвертый контрольная точка у нас снова есть электричество но для чего она нам пока непонятно я надеюсь топливо исчезло потому что у нас последний слот здесь вроде как больше ничего нет шо пойдем повыше вот как тут не бывает просто пипец а вот смотри как раз то что надо лично я надеюсь нам хватит камней доходим и что это очевидные часы какие-то но что это за часы я не представляю по крайней мере теперь у нас освободился инвентарь а она открывает все двери по очереди ну ладно меня еще беспокоит в этой игре обилие кобров а я тут кругом хорошо и последние преграды перед чем-то не знаю что от нас могут так оберегать больные мысли точат тело вернее чем болезни физически гайде и мал пассант что это мель усаливана здесь этих милей хватает я вообще на корабле сюда не подплывал ни за что и никогда ни за какие коврижки вот мили просто на каждом на каждом углу я точно уже бывал здесь но как вспомнить когда я мог бы спасти все я мог бы спасти кого-нибудь блядский остров блядский дождь блядская слякоть от этого бесконечного дождя все насквозь пропитана сыростью и это даже он мог довольно у нас в матершине как раз хорошо будем иметь ввиду с тобой шутки плохи так ну тем что это там такое ладно я не хочу знать я лучше почитаю вот эту трау ульшу ильбель мельку сальвана какого черта что это такое мертвый человек спасибо капитан меня больше беспокоит что это за мертвый человек и почему он так держится за этот забор что мужчина что с вами тебя этот камень убил священный камень я говорю берл хилл просто очень похоже надеюсь ты сейчас не сожжешь меня как вы любите я вас знаю священные камни и уйти еще сволочи очередная дверь которая не поддается и не открывается видимо нам нужно вниз вон там что-то светит идем дальше к мели сальвана что же там подожди-ка еще одна могила а туда мы сможем попасть только пройдя через эти мертвые меня беспокоит что появились трупы это не очень хорошо по моему ого да чё происходит маяк или что это так колодец из которого мы можем вытянуть что кажется чего-то не хватает ну чего-то определенно не хватает поэтому вытянем мы я думаю попозже ладно запомним еще один труп ворота похоже закрыты заперты испугался потом труп исчез если уж вы тут то пожалуйста никуда не исчезайте потому что это будет совсем печально мель усаливана и там еще один труп на камнях dead people everywhere мель это бревен темноват ничего не видно да ладно что там дудит так маяк привлекает внимание случайных кораблей есть достижения изучена четыре берега круто всю жизнь мечтал так но мы отсюда можем пройти вон до туда так что давайте сначала посмотрим в эту сторону что это здесь у нас есть ручка отлично в снаряжении появился новый предмет и с его помощью мы сможем что-то достать из того колодца я думаю что допустим на допустим топливо для вот этого аккумулятора парень ты только сейчас воспаление легких не подхватит потому что это здесь сделать очень даже легко Так, а там точно ничего не пропустил? Да вроде как нет Ладно, учтем Сначала мы сходим назад Возьмем то, что там в колодце лежит Потому что мне кажется, что это ручка от него Ножа Так Отлично Очередной крест Бригитты Четыре из двести двух И ключик, отлично Ключиком мы сможем открыть ту дверь Я думаю Давайте я сразу и открою Чтобы если что-то там Не заморачиваться по этому поводу Так, инвентарь С громким щелчком Окей Окей Здесь что-то опять Отметьте на каждом... Че-то было? Отметьте на каждом компасе свое направление Ещё труп, смотри Мёртвая женщина Мёртвый мужчина Мёртвый человек и мёртвая женщина Шовинисты Я думаю, эта игра вам понравится Типа женщина, не люди, да? Разработчики игры вообще поехали, похоже Похоже, крышка закрыта Нам нужно найти три компаса Чтобы на каждом компасе было указано направление, похоже, вот сюда И таким образом Мы откроем эту крышку Или что? Или как? Подожди Так, что это я взял? А, у-у-у Ладно, я пока не понял, что с этим делать Но я думаю, скоро разберёмся Пока что у нас есть чем заняться Не знаю, может быть дело ещё в том, что Мужчина и человек с английского переводится одним и тем же словом тогда разработчики что же вы делаете так, секунду, не спешим пошло, поехало но будет свет, сказал Ахмед что это нам дает, пока непонятно ладно, пойдем на ту сторону там пока что вроде ничего не появилось интересного, ну кроме кроме той ямы в которой лежит куча мертвых людей никто ничего не слышал так, что у нас тут еще один секретик это же секретик? а, нет, это компас хорошо, а тут что? вот здесь, наверное, секрет чувствую просто я смотрю, у него по-любому уже вспаление легких и скоро он сляжет надеюсь, до этого времени мы сможем выбраться отсюда еще одна фотография дорога после дождя ну, вы бы видели фотографию России дорога после дождя или отсутствие дороги после дождя вы бы это фоткать я бы не захотели хорошо, у нас есть компас и что-то с ним надо сделать как-то указать на нем направление свое мы сейчас идем на северо-восток хорошо каменный постамент я не знаю, как на нем что-то отметить вот я стою тут у меня компас в руках и мы и мы не можем дернуть эту ручку, да? так, ладно, не понял у нас нет ничего, главное, в инвентаре поэтому не совсем понимаю крышка закрыта ладно, пойдем дальше может дальше как-то выясним у нас уже, по сути, имеется два два компаса так, и третий где-то вон там судя по проводам что-то давно трупов не видали где все трупы не, на самом деле это все, конечно, шутки шутками а просто представьте вот так вот поначалу вы просто ходите по непонятному месту а потом начинаете замечать там кучу трупов это, по-моему, не очень приятно кстати говоря, вот третий у нас ой, я говорю, компас маяк у Салевана я думаю, там мы возьмем что-то что можно будет класть на эти компасы и таким образом мы как-то решим это или нет хорошо, весло нам больше не нужно не так давно мы точно такое же весло поднимали еще одно весло сама лодка, правда, в печальном состоянии поэтому не важно вспоминания из прошлого что-то какие-то мрачные вспоминания что тут? не знаю, иду на самом деле куда глаза глядят и нашел кучу трупов бою сердца этого места давно перестала биться болезнь, прошедшая по острову не оставила ничего кроме скорбных теней жителям острова пришлось убирать ее место лецы встречают наступающий морд или бегут от себя любые способы судя по количеству мертвых вокруг большинство сделало неправильное выбор участок и продолжается кошмар это ? и не и не и и о о о Но я ничего не могу сделать с этим местом. Не понимаю, как оно вообще работает. И тут пока тоже ничего. Пока что могу сказать, что мы увидели кучу трупов, но что это нам дает? Так, а подожди. По сути у нас получается четыре таких места. Вот одно, где-то там второе, третье в самом начале, около генератора, и четвертое, которое мы открыли ключом, или то является центровым. Не знаю. Сейчас пойдем посмотрим последнее место. Если и там ничего нет, то я бы затруднее сказать, что же мне делать. Так, тупик. Не совсем тупик. Да, вот в таком состоянии еще в воду ледяную лезть. Надо быть мной. Хорошо, и вот еще одно место. Чего-либо, что можно было бы взять и положить на эти постаменты незамечено. Как-то с этим тоже особо зацепок нет. Либо я что-то не так делаю. Давайте попробуем. Смотрите. Рычаг сам по себе не работает. И это даже не факт, что рычаг. Встаем сюда. Смотрим. Где-то вон там оно у нас. Ладно. Ноль эмоций. Фонд презрения. Хорошо. Официально заявляю, что пока что я не знаю, что тут делать. И поэтому давайте на тут остановимся. На этом я поразмыслю над тем, что же нам, собственно, делать дальше. Может, даже посмотрю у кого-нибудь там. То есть я не хочу, чтобы вы смотрели на бесконечные попытки понять, что же здесь делать. Да нет, наверное, сам докатаюсь. Ух ты, могилка. Ну, просто могилка, самодельный крест. Вот если бы отсюда можно было бы взять камни и разложить их в какой-либо последовательности, найти их... Тогда еще можно... Так. Это было... Ой, как это было... Как это было кощунственно по отношению к кому-то, кто здесь закопан. Вот этого я не видел, кстати говоря. Ну, в общем, вот такие дела. Увидимся в следующей серии. И, скорее всего, я сам догадаюсь. Ну, если... Не знаю, посмотрим. Короче, либо я сам сначала маленько попарюсь тут мне на записи и попробую как-то решить эту головоломку. Либо, если сам допереть не смогу, то в следующую серию мы начнем с того, что я скажу честно, что я подсмотрел кого-нибудь и... Мы пойдем дальше. Так что вот такие дела пока что, вы знаете, меня сильно беспокоит то, что здесь реально лежат трупы, их очень много. И хоть главный герой, наш протагонист, говорит о том, что они все умерли от какого-то мора или чего-то подобного, от какой-то болезни, на мой взгляд, все гораздо хуже и на самом деле все не очень хорошо. Как бы там ни было, узнаем мы это в последующих сериях. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!